В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Ремонт здания, в котором располагается 3-е хирургическое отделение ВРКБ, планируют завершить раньше намеченного срока. Проделана, я считаю, что большая серьезная работа за эти два месяца. Студенты Московского регионального социально-экономического института города Видное побывали на экскурсии в экспертно-криминалистическом центре. Это очень познавательно было, тем более для юристов. Воспитанники спортивного клуба «Десантник» вернулись в всероссийских соревнованиях по рукопашному бою «Вершина» победителями. Самое сложное в спорте – это побороть свой страх. Продолжается ремонт здания, в котором располагается 3-е хирургическое отделение Видновской районной больницы. Реконструкция, начавшаяся в конце прошлого лета, проводится под личным контролем депутата Московской областной думы Юрия Липатова. Уже несколько раз он посещал объект, чтобы убедиться как в качестве ремонта, так и в соответствии работ графику. Интерес к ремонту здания областного депутата не случайен. Масштабная реконструкция проводится по губернаторской программе и на деньги из казны Подмосковья. Кроме того, еще в начале строительства Юрий Липатов пообещал, что приложит все усилия, чтобы ремонт был сделан качественно и в срок. Последний раз депутат посещал объект два месяца назад и сейчас отмечает увиденные перемены. Проделана, я считаю, большая и серьезная работа за эти два месяца, что принципиально сделано. Ну, практически завершены все коммуникации. То есть отопление сделано, электрические проводки новые, вентиляция, вот если посмотреть, это технически очень серьезные современные инженерные сооружения. Завершается работа по слаботочке, то есть практически вот то, что наиболее энергозатратно, это сделано. В прошлый визит депутата многие кирпичные стены еще не были обшиты гипсокартоном. Сейчас же большинство перегородок и стен уже готовы к отделке. В некоторых кабинетах даже уложена плитка. Разительные перемены и у фасада здания. Сейчас оно полностью укрыто утеплителем. И в самое ближайшее время начнется установка декоративной плитки. Если говорить о сроках, то объект должен быть сдан в первой половине текущего года. Но строители все делают для того, чтобы постараться качественно сделать ремонт. Но закончить пораньше, где-то вот к майским праздникам, где-то к 9 мая. И я по поручению фракции буду и дальше контролировать этот объект. Напомним, что последний косметический ремонт здесь проводился более 20 лет назад. Накануне профессионального праздника студенческий десант Московского регионального социально-экономического института города Видное высадился в стенах экспертно-криминалистического центра, чтобы познакомиться с работой правоохранительных органов. Насколько полезной была экскурсия для будущих юристов и возникли у них желания после института пойти именно в полицию, узнала Юлия Погасьян. Когда бы еще у студентов-юристов колледжа при Московском региональном социально-экономическом институте города Видное появилась возможность узнать внутреннюю кухню экспертно-криминалистического центра УМВД Ленинского городского округа. Познакомиться с нюансами работы криминалистов, самим попробовать снять отпечатки пальцев или составить фоторобот. Экскурсия в Святая Святых Центра была приурочена к акции студенческий десант. Таким образом мы знакомим со службой, мы показываем детям то, что нужно приходить на службу, что это интересно, что это не только заключается в составлении каких-то административных материалов, а это на примере экспертно-криминалистического подразделения мы покажем, что это и различные исследования, исследования следов, исследования отпечатков пальцев, что позволит ребятам более заинтересоваться в профессии. Студентка второго курса Алина Попова мечтает стать сотрудником Министерства внутренних дел. Сейчас она с радостью использует каждую возможность увидеть работу всех отделов полиции, чтобы определиться с будущей специализацией. Деятельность экспертно-криминалистического центра ей понравилась, но не вдохновила. Я буду дальше продолжать искать. Конечно, криминалистика – это очень серьезная работа. Конечно же, интересная, но в конце концов скажу, что это не мое призвание. Но я подумаю еще над этим. Студенческая жизнь этих ребят еще только начинается. Впереди много времени вникнуть в нюансы будущей профессии. Каждая ознакомительная экскурсия останется в памяти студентов. И когда придет момент выбора специальности, они вспомнят, какие эмоции ощутили во время посещения того или иного отдела полиции. Очень впечатлило, но все по чуть-чуть. И это очень познавательно было, тем более для юристов. Практика намного интереснее, чем теория. Нам показали, как искать отпечатки с помощью магнитного порошка и обычного. Всероссийская акция «Студенческий десант» в Ленинском городском округе проходит не впервые. Ежегодно, накануне дня студента, сотрудники полиции приглашают к себе учащихся, чтобы познакомить с работой правоохранительных органов. Каждый раз ученики получают массу впечатлений. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В недавно открывшемся торговом центре галерея 9-18 найдутся развлечения на любой вкус. Как для детей, так и для взрослых. Сначала самые маленькие посетители могут принять участие в развлекательных программах, а затем отправиться вместе с родителями за покупками. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Торгово-развлекательный центр «Галерея 9-18» открылся в конце прошлого года. Уже сейчас он стал точкой притяжения видновчан. Заметны позитивные изменения в том числе и на прилегающей к нему территории. Во время подготовки к открытию торгово-развлекательного центра застройщик озаботился о комфорте посетителей. Теперь жители и гости города могут беспрепятственно попасть от Советской улицы до ТРЦ-9-18 по благоустроенной территории, которая находится в Березовой роще. Здесь можно встретить прогуливающихся по мощенным дорожкам людей, причем как в светлое, так и в темное время суток, благодаря установленным столбам освещения. Для детей в Березовой роще оборудована современная игровая площадка. Стоит отметить, что все объекты сделаны из безопасных материалов. Прошло всего несколько месяцев после установки, а на площадке уже появились постоянные посетители. Замечательно. Была грязь, лес, а сейчас дети бегают, играют. Здорово. Я думаю, видно результат. Дети здесь, дети играют, детям нравится. Все хорошо. Нам понравилось. Интересные препятствия. Ребенок увлекся. Кроме того, руководство галереи 9-18 по выходным проводит развлекательные программы. На этот раз с участием любимых героев малышей – трансформеров. Вместе с роботами ребята танцевали, перетягивали канат и принимали участие в самых разных конкурсах. Мы давно никуда не выбирались и увидели в Инстаграме, что будет. И прям специально приехали. Очень нравится. В это время на первом этаже ТРЦ аниматоры также развлекали юных гостей. Дети играли, пока родители задумывались, куда им пойти – в магазин или в кинотеатр «Киноград», чтобы посмотреть новинки кинопроката. Здесь мероприятия проводятся, я так поняла, и открытия, и для развития, и для деток, и для взрослых. Очень развлекательный центр. Здесь он большой, здесь можно погулять в выходные и всякое такое. Уже скоро здесь откроются все магазины, и проводить время в ТРЦ станет не только интересно, но и удобно. Ведь многие необходимые покупки можно будет совершать, не выезжая из города. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Скучать и болеть некогда, ведь в жизни столько интересного. Таков девиз героине нашего следующего сюжета, участницы программы «Активное долголетие», подопечной Центра социального обслуживания «Вера» Марии Ефимовны Козловой. Она рассказала нашей съемочной группе о любимых занятиях и поделилась персональным секретом молодости. Ее день расписан буквально по минутам. Скадинавская ходьба, танцы, песни, мастер-классы. День обычной пенсионерки, участницы программы «Активное долголетие» Марии Ефимовны Козловой. Сложно поверить, но этой моложавой, эффектной женщине уже или еще 89. Вот уже много лет ее день начинается в 8 утра. Но не для того, чтобы пойти на работу или сидеть с внуками. К 9 часам вот приходим в «Веру». Каждый день или нет? Каждый день. Я и в хоре пою, и в поляцках участвую. И вот какие бывают у нас кружки, так мы… Ну, каких ходят? Ну, по желанию. Мария Ефимовна уже 15 лет не представляет своей жизни без Центра социального обслуживания «Вера». Сначала ходила время от времени, потом, говорит, затянула. Старается участвовать во всех мероприятиях Центра, все изучить и попробовать. Вот уже 5 лет регулярно занимается скандинавской ходьбой. Человек очень позитивный. Как-то она никогда не ссорится ни с кем. Она всегда с улыбкой и танцует, и поет у нас, и ездит на экскурсии, и мастерит, и рисует. То есть женщина на все откликается, она молодец просто. Поэтому она и выглядит, не выглядит на свой возраст. Виктор Федорович Сашин знает Марию Ефимовну с 90-х годов. Они познакомились на собраниях местного отделения Совета ветеранов. Он уверен, что такую активную и жизнерадостную женщину сложно не заметить. Она еще входит в эту женщину России. Она участвует в пении, в хоре. Так что она все время в движении. Иногда годы берут свое, но наша героиня не дает хандре одержать верх. Все равно себя переселиваешь, одеваешься и идешь. А тут дом-то в халате, рубаха ночная ходишь. А это я стараюсь одеться. На люди идешь ведь как-то как-то. И силы появляются? Да, конечно. Все забываешь и идешь. У Марии Ефимовны вообще волевой характер. В войну в 42-м погиб отец. Через три года не стала мамой, поэтому юная Маша пошла работать с 13 лет, чтобы обеспечивать себя и помогать братьям и сестрам. На вопрос о секрете молодости и долголетия наша героиня пожимает плечами. Мне кажется, первое, чтобы не завидовать никому. Не злиться, не ругаться. Ну, жить хорошо, спокойно. Вот такие они, активные долгожители Ленинского городского округа. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, ВиднетВ. 22 января с 9 до 11.30 на третьем этаже Видновской детской поликлиники состоится День донора. В акции по сбору крови для детей с онкологическими заболеваниями могут принять участие все желающие. Воспитанники спортивного клуба «Десантник» привезли различные награды с всероссийских соревнований по рукопашному бою «Вершина» и продолжают усиленно готовиться к первенству России. Подробнее в нашем следующем сюжете. В начале января в Курске проходили всероссийские соревнования по рукопашному бою «Вершина», в которых принимало участие 8 воспитанников спортивного клуба «Десантник». Ребята привезли оттуда много наград – одну бронзу, два серебра и два золота. Один из золотых призеров – Давид Хачатрян. В этом зале он занимается с четырех лет. К соревнованиям спортсмен готовился в упорно и долго, ведь в прошлом году не смог попасть в связи с травмой. Старания принесли свои плоды. Самое сложное в спорте – это побороть свой страх, готовиться к соревнованиям очень упорно надо. Без спорта никуда, ты не сможешь ничего достичь. Первое место с Давидом расстелил его товарищ Матвей Дворковский. Он занимается в клубе уже пять лет. Спортивный год выдался плодотворным. В декабре Матвей выиграл золото в Дзержинске, а в конце ноября – в Тамбове. Спортсмен делится, что победа доставила ему двойное удовольствие, ведь на многие соревнования приезжают родители и радуются вместе с сыном. Ну, выходи, главное не бояться, играться. Страх не будет. Перед боем есть, но небольшой мандраж. А в бою нет. Но победы – не повод расслабляться. Тренировки идут полным ходом, ведь уже скоро юные спортсмены поедут покорять новые города. Каждый год есть запланированное количество соревнований. И начиная с сентября, когда начинается новый учебный и спортивный сезон, мы ездим на все турниры. Они являются отбором на первенство России. С сентября воспитанники клуба приняли участие в соревнованиях в Анапе, Туле, Дзержинске и Орле – ближайшие планы первенства России. В первую очередь я отобрался на главный турнир – это первенство России. Ну и сейчас буду стараться победить в интернете. Почти не отобрался на России, занял крылья место, но я буду стремиться к этому. И в следующих соревнованиях я покажу свой лучший результат. Воспитанники усиленно готовятся к первенству России, ведь для ребят 14-15 лет оно состоится уже в марте. Для спортсменов чуть помоложе первенство будет проведено в мае. Пожелаем спортсменам удачи и будем ждать новых побед. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 21 января в музее кабинета квартиры Ленина в Кремле в рамках юбилейного проекта «Ленин-2020» откроется выставка «Территория памяти. Как нас учили скорбеть». Она расскажет о директивах по организации вечеров памяти Владимира Ильича Ленина, направленных во все рабочие клубы страны в феврале 1924 года. Здесь можно будет увидеть предметы из коллекции музея-заповедника «Горки Ленинские». Копии архивных документов, а интерактивная зона выставки погрузит посетителей в атмосферу вечера памяти Ленина в рабочем клубе. 22 января в выпуске новостей мы вернемся к этой теме. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи!